Сперва о другом для российских артистов хотят разработать дресс-код предложения депутатов о ведении правил внешнего вида исполнителя одобрило Министерство культуры. И, кстати, эту идею поддержал даже Филипп Киркоров. А как отреагировали продюсеры и их подопечные на возможную цензуру? Дарья Филаткина все узнала. Этот образ Ольги Бузовой запомнят надолго. Не только из-за эффектности. Появление в таком наряде вызвало возмущение общественности. Депутаты вообще предложили создать дресс-код для артистов. Министерство культуры, которое инициативу законодателей поддержало, уже направило в регионы рекомендации с целью обратить дополнительное внимание к внешнему виду артистов. Видимо, у артистов вот эта вот свобода самовыражения, она достигла тех рамок, когда приходится этот вопрос каким-то образом контролировать и ограничивать. Региональные власти будут выступающим ставить какие-то определенные условия. Я думаю, небольшая проблема в контракте указать пункт о допустимости, каких-то форм самовыражения, по крайней мере, во внешности. Такой пункт, впрочем, может появиться в контрактах звезд, которые будут выступать, например, на городских открытых концертах и фестивалях, где возрастных ограничений нет. И среди зрителей могут быть дети. Именно для таких случаев и требуется дресс-код. Для мероприятий, которые проходят на государственном уровне, при участии, допустим, государственных средств или культурно-массовые мероприятия, городские, мне кажется, что это само собой разумеющееся. Если конкретный артист не мыслит себя и свое творчество или самовыражение не иначе, как в определенном внешнем виде, который, в свою очередь, может оказаться неуместным, имеет ли ему смысл вообще принимать участие в мероприятиях? Для некоторых звезд новость о возможном дресс-коде стала неожиданностью отказаться от мини-платьев неготовой Люси Чебутина, которая ранее прокомментировала идею законодателей. Не зная, как жарко бывает на сцене и как тяжело работать, танцуя и выполняя песни и материалы вживую, физически бывает настолько тяжело, что можно потерять сознание. Если введу такой закон, то, к сожалению, со своей концертной деятельностью я закончу. Другие же считают, что дресс-код лишним не будет и поможет умерить пыл самовыражений некоторых представителей, шоу-бизнеса. У нас это просто вот впечатали. Нас учили, что артист является законодателем стиля. С другой стороны, как считают музыкальные продюсеры, образ артиста – это одна из его особенностей. И если любители ярких и экстравагантных нарядов заставят переодеться, не станет ли в таком случае у них меньше поклонников? Артист делает, чтобы программа была, чтобы пришли зрители на это выступление. А если Оля Бузова выйдет с длинными рукавами и платьем в пол, ну вряд ли они соберут битком набитый зал. Те, кто как хочет, так и одеваются. Что действительно, наверное, неправильно – это все вот эти вот голые и прочие истории. Это самовыражение одной из человеческих качеств, особенно творческим людям, я думаю, это очень важно. Все должно быть к месту, я думаю. Вот как ситуация была, например, с Бузовой. Мне кажется, что можно красиво одеться и не обязательно быть полуголой для этого. Дресс-код, если и водить, то, наверное, в рамках приличия какие-то границы выставляют, чтобы у него было сильно откровенных нарядов. По словам авторов идеи, Минкульт проведет экспертное обсуждение, каким должен быть звездный дресс-код. Позовут ли самих селебрити, чтобы выслушать их мнение? Неизвестно. Дарья Филаткина, Константин Зарубин и Анастасия Шерстобитова, Москва, 24. Субтитры создавал DimaTorzok